Теперь, что у нас происходит с 13-го до 20-го? Ничего сложного нет, просто добавляем окончание TH и определенный артикль THE. Тут сейчас начинаются, веселые времена начинаются, потому что сложно, реально сложно произносить. The thirteenth, the fourteenth. Тамара, повторите за мной, вы особенно. The thirteenth, the fourteenth. Вообще своим студентам, которые всегда, у которым я всегда ставлю произношение, не только грамматику и лексику, я не верю в то, что, ну разве что патологически не склонен человек к подражанию звуков, да, бывают и такие. Всегда предлагаю или ободряю своих студентов, поощряю, очень медленное произношение на первых порах. Не надо никуда спешить, вас все дождутся. Кто хочет с вами поговорить, тот вас выслушает до конца. Не нужно пороть горячку и говорить глупости. Поэтому, если вы знаете, что вы сейчас скажете тринадцать, и вам ему сложно говорить, ничего страшного, замедлите свой темп и скажите его медленно, чуть не по слогам. Ничего страшного. Как ребенок, вы пока дети в английском языке. The thirteenth. Не надо говорить очень быстро и при этом сказать ерунду, и вас все равно никто не поймет, сколько же вы имели в виду. Поэтому не стесняйтесь говорить медленно. Вообще на английском не стесняйтесь говорить медленно на первых порах. Но темп придет сам собой. Здесь вы первый раз столкнулись с такой вещью, которая очень-очень часто будет встречаться в английском, правописании. Когда у нас twenty, какая была последняя буква в twenty слово, кто не вспомнил, кто напишет? Twenty. Y. Совершенно верно. Когда буква Y, когда слово заканчивается на букву Y, нам, например, надо сделать множественное число. Например, слово party, parties, мы его заменим на IE и добавим S. И в данном случае точно так же мы букву Y меняем на букву IE и уже к ним добавляем F. К кончанию S. Почему? Ну, потому что не могла бы тут стоять буква Y. То есть, даже, может, некрасиво она была выглядела здесь, но опять же, это не в красоте дело. Это из-за определенных процессов, которые произошли в языке. То есть, Y очень часто будет меняться на IE. В кончании IE, когда как-то видоизменяется это слово. Хорошо. Что у нас происходит? Двадцать первый, сорок второй, шестьдесят третий, мы помним. The first, the second, the third. У нас происходит the twenty-first, the twenty-second, the forty-fifth, сорок пятый. То есть, все остается как прежде, только мы добавляем, к последнему слову мы добавляем окончание. The, вот это слово тоже очень любят люди, студенты. The thirtieth, the thirtieth. Я вас даже сейчас не прошу за мной повторять, повторите сами потом, хотя я вас не слышу. The thirtieth. Тут вы сможете сказать только, если вы будете говорить медленно. The thirtieth, тридцатый. The thirtieth, например, тридцатый дом. The thirtieth house. The thirtieth, the thirtieth, the thirtieth. The thirtieth, the thirtieth, the thirtieth, the thirtieth. Окей, мне часто студенты начинают, которые начинают изучать числительные, начинают спрашивать, а, ну зачем вот эта ерунда в восьмидесятый, кто это когда-то будет говорить? Вы не поверите, сколько, как часто вы это будете говорить в языке, да? Например, скажите, там сегодня восьмидесятая годовщина того-то. Или мы провели двадцать четвертые там Олимпийские игры. Или сегодня у нас там пятнадцатое заседание по счету. Или и так, короче, их очень много есть. То есть нет никогда что-то подряд считаете, да? Когда вы говорите, вы даете какую-то характеристику какому-то существительному с помощью порядка вычислительного. Окей. Давайте поговорим теперь про даты именно годы. или года, как правильно по-русски, годы или года. Когда у нас есть, состоит наш год, наша дата из четырех цифр. Вот, например, 1917 год, да? Всем известно. Значит, до 2000 года, или до 99 года включительно, то есть 1225, 1437, 1862 и так далее, то до 1999 года включительно, когда мы видим год, и хотим его сказать, мы должны поделить число на два. Не говорить 1917, мы скажем 1917. Здесь обратите, поставьте себе где-то пометочку, что это только касается даты. Когда мы говорим о годе. Когда мы будем говорить, если мы скажем 1917 долларов, тогда мы скажем 1,917 долларов. Или рублей, или чего угодно. Людей, машин, самолетов, слонов и так далее. Окей? Я думаю, что это понятно, это очень-очень важно. Никогда не говорить дату с помощью 1900 и так далее. Никогда не говорить любое другое число с помощью даты. Не путай. 1848. He was born in 1848. Родился в таком-то году. 1917. Окей, теперь следующее. Вот это вот, обратите внимание на это. И 1848. Первые два, то, что я сказала, 1848, это 100% британский вариант. Британский вариант английского. Опять же, да. 1817, 1848, когда вы говорите о годе, иногда можете услышать в американском варианте, в зависимости от места нахожения, опять же, в зависимости от штата. Америка большая страна, у них очень-очень тоже варьируется их английский. Больше никаких вариантов нет. То есть, если вы можете год, вы можете сказать, либо так, если вы предусчитаете британский язык. Вообще, советую, чтобы не путаться, я вам просто показываю, как может быть вообще в мире, чтобы если вы услышите, чтобы вы не терялись. И в Британии, и в Америке, когда вы будете говорить о слонах, вы скажете 1848. Окей, почему я сказала, потому что дальше мне этого не будет слабо, почему я сказала до 1999 года включительно? Потому что, когда у нас пойдут 2000-е, с 2000-го до 2010-го, до 2009-го включительно, вы не можете делить, вы не можете сказать 2000-й год, например, 20-00. И вообще, наверное, вы знаете, что давайте я вам тут это напишу. Например, представим, вы хотите сказать 1900-й год. Вы знаете, что надо поделить на два. В английском языке вы это скажете, соответственно, с пробелом. Если вы скажете это так. И звучать это будет 19. И вы знаете, что 0 вообще, по идее, будет 0. Если вы 0, 1, 2, 3. Но у 0 очень много есть слова. Если вам интересно, почитайте где-то, найдите себе информацию, как у нас 0 будет, когда вы говорите счет в футболе, когда счет в теннисе, когда вы говорите о десятичных дробях и так далее. Когда вы говорите о дате, о годе, да, вы говорите 19-0-0. То есть, когда вы говорите телефон, например, свой, да, вот your phone number. Там, где у вас 0, там вы будете говорить 0. В Британии, в Америке вы будете говорить 0. Поэтому 1900 год будет 19-0-0, не 19-0-0. Если вы скажете 0-0, вас поймут, просто это немножко не будет по-английски. 19-0-0. Теперь, если, например, это 1905 год. Скажите 19-0-5. 19-0-5. Окей, с этим разобрались. Теперь, что у нас происходит, когда у нас 2000 год пошел? Мы скажем in 2000 или in the year 2000. In the year 2000 или in 2000. Включительно до 2009 года, все годы, вы будете говорить 2005. Или можно говорить 2005. Оба варианта правильные. 2005, 2005. Если вы начнете слушать новости, заметьте, некоторые, даже в зависимости от программы, вы можете, в одной стране вы слышите некоторые репортеры, некоторые ведущие будут говорить так, некоторые будут говорить так. Как пишется O-O? Пишется как O. Как вы написали, Екатерина, O? Транскрипция будет ударная O и U. А, O-O? Окей, только цифры. Пишется 0-0, да, совершенно верно. Если вы это имеете в виду, я не совсем понимаю ваш вопрос, активно. Только цифры. O-O. Да, 0-0. Окей, значит, 2009 год будет 2009. 2009 или 2009, и так, и так, правильно. С 2010 года, и, соответственно, 14-й, мы пока только можем об этом сказать. Возможно, два варианта. Вы можете поделить, как это принято обычно, да, например, возьми 12-й год. Да, вы можете поделить и сказать 2012, или вы можете сказать 2012. Разницы абсолютно никакой нет, это личное пристрастие каждого. По телевидению вы очень часто услышите 2012, по радио услышите 2012. Как правило, люди в своем личном разговоре говорят 2012, 2014. Хотя, например, молодежь, вот, там, тинейджеры, да, они говорят очень часто 2014, 2013, 2013. Но очень-очень часто это встречается по телевизору и по радио. Окей? Спасибо. 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 Продолжение следует...